Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я тут подумал, давно я не показывал никаких блюд из рыбы. Буду исправляться. Сегодняшний способ примитивен да нельзя, и я снимаю этот рецепт только из-за эффектной подачи. Согласно статистике на канале 75 процентов мужчины. Поэтому, мужики, к вам в первую очередь обращаюсь. Хотите поразить свою даму очень эффектной подачей? Берите рецепт на вооружение. Тем более, что это рыба, а не мясо с картошкой или, скажем, плов. Но это я к тому, что пища легкая, значит, можно не опасаться, что после ужина вы с дамой будете способны только сытоекать, а соловелы смотреть друг на друга и отдуваться. На первый взгляд вы можете решить, что блюдо чересчур сложнее. Ничего подобного. Пересмотрите ролик еще раз и убедитесь, что все элементарно. Итак, вот у меня обычный садковый сибас. Жабры срезаны, хвост, плавники, отчек рыжины, выпотрошен, даже чешуя снята. Для сегодняшнего рецепта вообще лучше подходит именно морская рыба. Ну, сибас, как у меня, или, скажем, дорада. Быстро замешу ядокое тесто. Вот такая вот куча соли, мука. Сразу можно немного перемешать для однородности. А теперь яйца. Кстати, один желток отделю и оставлю пока Да я знаю, что вы сейчас скажете, что вы рыбу просто засыпаете солью и все. Но есть один важный момент. Немного воды добавлю. Так вот, если вы эдаким макаром, ну, в смысле в соли, запекаете зимнего, то есть жирного сибаса, то частенько соль попадает через брыжко внутрь. А вот эти вот самые краешки отчетливо пересаливаются. Да еще и жир этот зимний течет от высокой температуры и тоже дополнительно соль во внутрь рыбы тянет. Вот так нормально будет. А теперь раскатываю. Так вот, если готовить эдакое тесто из той же соли и яиц, ну и муки добавив, понятно, для эластичности, то эффект запекания будет такой же, как и просто в соли. Но, во-первых, осыпаться ничего не будет. А во-вторых, лишняя соль внутрь рыбы не попадет. Но теперь для яркости надо рыбку нафаршировать. Чем вы фаршировать будете, вопрос только вашей фантазии. Творите! Я положу немного чеснока, немного розмарина, просто потому, что он мне нравится и вообще растет под окном. И парочку ломтиков фенхеля, потому что фенхель мне тоже очень нравится. Любая рыба с лимоном гораздо вкуснее, чем без лимона. Поэтому тоненько нарежу. Спокойно. Это еще не реклама. Мне Самура на пробу ножей прислала, на испытания. По договору с ними я испытываю их сначала. Если результат мне нравится, я начинаю их рекламить и, соответственно, получать денежку. Ну, а если не нравится, то не начинаю рекламить. Соответственно, сижу без денег. Поэтому отзывов о ножах. Ждите не раньше, чем через месяц, через полтора. Ну, надо же статистику набрать. Так, лимончик на рыбку. О, косточка. Косточки убрать, иначе горчить будут. Ну, а краешки надо смазать желтком, чтобы склеивалось все хорошо. Сверху накрываю вторым листом и плотно склеиваю краешки. Вот так. И все лишнее отрезаю. Вот и получится у нас рыбка в саркофаге. Симпатично. Это я так считаю. И все то же самое проделываем со второй рыбой. Остается для красоты смазать эти самые саркофаги желтком. Можно, конечно, не смазывать, но с желтком-то будет посимпатичнее. Ну, и совсем уже до красоты для пущей присыплю сверху солью, чтобы кристаллики ее при запекании топорщились. И в таком вот виде убираю все в духовку. Нагрев верхний-нижний, а духовка у меня уже разогрета до 220 градусов. На все про все уйдет примерно 40-45 минут. Все, конечно, зависит от размера рыбы, но если вы в своей духовке рыбу в соли уже запекали, то ориентируйтесь на свой опыт. А я пока подготовлюсь к приготовлению гарнира. Для начала вскипячу воды. А пока она греется, нарежу броккори. Мне понадобится совсем немного соцветий. Вы, кстати, уже можете перематывать ролик к концу. Гарнир-то сами придумайте какой-нибудь на свой вкус. Это ж я тут перед камерой на ресторанной манере заголяюсь, а вы можете в салате какую-нибудь попрочность ругать. Так, вот эти соцветия надо разрезать еще и на четвертинки, чтобы на один вкус получались. О, вода закипела. Отлично. Отправлю сюда лук-сеянец. Буквально на полминуты-минуту. Если его бланшировать, то он гораздо проще чистится. Ну и хватит ему. Пусть остывает. Сотыйник свежей водички. Вот. И сразу же картошку. Специально мелкую выбирал. Пусть варится. А в другую кастрюльку лью немного воды. Совсем немного. И довольно много яблочного уксуса. Это будет маринад для лука. Который, кстати, уже остыл. Надо его чистить. Немного магии кино. И теперь лук можно отправлять в горячий маринад. Нагрев под кастрюлькой с маринадом, с луком я уже выключил. Я не знаю ни одного человека, которому бы не нравился лук, который получается при приготовлении шашлыка. Уже запеченный на углях. Вот примерно такого эффекта я и хочу в дальнейшем от него добиться. Так. Картошка варится. Лук варенуется. Обжарю немного на оливковом масле морковку. Специально вчера такую вот мелкую в магазине искал для красоты картинки. Морковь я не собираюсь обжаривать до мягкости. Хочу ее немного подпалить, чтобы она продолжала в готовом блюде слегка хрумтеть. Не так сильно, конечно, но чтобы так похрумтывало. Но чтобы от обжарки стало слаще. Ну а чтобы стало слаще, можно и сахара добавить немного. Ну а теперь сюда можно же добавить брокколи. И с ней та же самая история. Слегка обжарю и достаточно. То есть общая идея гарнира такая. По завершении приготовления он должен походить по консистенции на серфрай. Именно по консистенции, а не по вкусу. И можно сюда уже и луку добавить. Вот это. Сейчас еще пару минут и выходим на финишную прямую. Картошку уже солью. Хорошо, что мелкая. Купо не варилось бы гораздо дольше. Пусть обсыхает пока. А к овощам отправлю в густерки соус. Думаю, что столовой ложки хватит. Ну ладно, две столовые ложки. Смотрите, впитался. Значит все готово. Рыба. Рыба тоже уже готова. Значит можно сервировать и звать к столу даму. Музыка. 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 Но обязательно на такую рыбу нужно капнуть оливковое масло. экстра-верджин. Самого ароматного из тех, какого у вас есть. И лимонного сока. Пахнет. Знаете что? Под такую рыбу и монаха скормится. Так что извините. Я думаю, нет нужды описывать вкус. Или есть нужда. Это очень нежная рыба. Аромат в первую очередь звучит, конечно, розмарин. Но аромат розмарина очень легкий. Да. Потом следом идет лимон. Причем с такой лимонной горчинкой. На процедру лимона далось я знать. А, запах фенхеля почти не чувствуется. Очень, очень тонкий вкус. Детей уберите от грана. Ой, белое, сухое, освежает. Прекрасно крепедет. Так, ну и что? По брокколи пройдемся. Ммм. А брокколи противопоставляет себя рыбе, потому что дает очень яркий вкус. Это из-за использования густерского соуса. Видели, бутылочку какую-то хватил, да? Задешево причем. И сахара. То есть сахар, густерский соус. Попал еще и вот этот яблочный уксус, в котором... Ну, этот замечательный лучок, кстати говоря. Конечно, лучок и вечер с дамой не очень сочетается, да? Ну, попробуйте. Ммм. Очень, очень классно. Ну, целуаться, конечно, просто такого не стоит. Ну и морковка. Как я хотел. Сладкая, слегка хрумтит. Прекрасно. Ну, на картошку, сами догадаетесь. В общем, если вы хотите поразить свою даму такой эффектной подачей, применяйте смело на практике. С гарниром, конечно, можете так не заморачиваться. Можете что-то попроще соорудить, если вам жалко времени. Но, кстати, гарнир очень плохой. Спасибо за компанию. Всем пока. Передавайте привет своим дамам, мужики. Ну, вообще-то уже все съели. Но во время поедания мне пришла в голову идея, что надо бы сказать еще кое о чем. Я, конечно, понимаю, что все вы, достаточно опытные кулинары, прекрасно соображаете, что и как. Но наверняка, наверняка, хоть один-два комендатора, но найдутся. Которые не сообразят, что тесто, которое состоит из двух стаканов муки и целого стакана соли, слишком соленое, чтобы его есть. Так что тесто на выброс. И еще момент. Я укажу в описании видео, как всегда, все пропорции. И укажу, что соль для теста нужна крупная. Так вот она крупная нужна. Мелкая, с яйцом да с водой растворяться будет слишком быстро. А крупные кристаллы раствориться не успеют. Поэтому тесто получится такое, какое вы видели. Ну, теперь уже пока. Продолжение следует...